Обычно, когда речь заходит о девочках-рептилиях, их ванно делится на тех, кто боготворит ламий, и мечтает, чтобы их придушили змеиным хвостиком, и тех, чьи сердечко занято сильными и властными женщинами-драконами. Есть еще, правда, и те, кто скромные тихости от сторонки, но их совсем немного. Они любят лягушечек, не будем их осуждать, они, правда, пора чинилые. Давайте сегодня разберемся с первыми, хоть, на мой взгляд, и не самыми горячими зверодевочками. Думаю, если ты поскорее хочешь следующий разбор, ты просто не можешь не поставить лапку вверх. А еще пиши в комментариях, кто тебе нравится больше, змеи, драконы или лягушечки? Лами. А человечивание змей началось еще очень и очень давно. Еще в греческой мифологии, где и появилась сама Ламия, девушка, обращенная в змею, либо змееподобное чудовище. Иногда еще ее называли саборидой или ламиной. Да и мечтать поняшется с такой змейкой, так же удумали уже в Древней Греции. Поэтому Ламия всегда выступала обольстительницей, хотя не всегда в виде змеи. Иногда просто девушкой. В латинских переводах Святых Писаний ее напрямую связывают с Сукубом Лилит, а в некоторых мифологиях еще и с Сиренами и Снереидами. Погодите-ка, это получается Ламия сразу же задумывалась как персонаж Дехентая? Только древние греки такое слово еще не придумали. Думаю, тут нужна экспертная оценка. Снежок? Я думаю, таким хвостиком можно творить чудеса и не хуже тентаклей. Ой, материала очень много. Крайне советую к изучению. Салфеточек потребуется много... Ого! Ну-ка, Снежа, выйди еще на пару минуточек. Тут срочное дело появилось у меня. Спасибо. Сейчас Ламии в поп-культуре однозначно описать еще труднее, чем раньше. Существует огромное количество подвидов, в зависимости от количества хвостов, рук, вида хвоста, места их обитания, формы, даже цвета тела, а еще наличие человеческих черт. И вообще, в принципе, много еще чего. Ламии появлялись в огромном количестве фильмов, а также книг. Не удивлюсь, и еще большинство обожателей змеи-девочек узнали о них из манги и аниме «Повседневная жизнь с девушками-монстрами», где раскрытие этого вида уделяется очень много внимания к деталям. Кроме разных подвидов, там описаны и их особенности, и повадки. Например, то, что Ламии живут племенами, как амазонки, и крадут мужчин для своих оргий, а потом съедают их. Да, конечно. Сейчас Ламии в основном изображаются в виде красивой женщины с сочными формами и огромным змеиным хвостом, которым она может сжать своего возлюбленного и сделать с ним все, что захочет. Как видите, мифы чудовища не всегда создавались, чтобы пугать ими кого-то. Змеи-девочек явно создали сразу, чтобы их симпить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!